Миссия — это другая жизнь. Это жизнь не для работы. Есть две жизни у человека, две судьбы. Одна судьба для деятельности. Когда человек в деятельности становится сильным, то у него рождается другая судьба. Эта судьба называется служение Богу. И для вас эта судьба означает, что вы должны найти наставника такого, который не будет смотреть на вас, как на кошелек. Это главное свойство этого человека. Понимаете, услышали меня? Который не будет, а вы увидите, что он как на кошелек вас смотрит. Сразу это не ваш наставник. Найдите себе такого, который не будет смотреть на вас, как на кошелек. И дальше вы должны, ваш долг, дарить духовное благо в виде материального имущества через этого человека, этому миру. В этом заключается ваша миссия перед Богом. Но вы обдумайте все, подумайте, посмотрите. Когда вы этим займетесь, у вас не будет воли, что мама вас не любит, потому что вы сейчас к Богу обращаетесь через эти слова. Вы, просто вам нужна именно миссия сейчас. А миссия, она всегда выражается в том, что старшие вдохновляют вас на жизнь. Ваша мама этот не тот старший, который именно на это, на жизнь вас будет вдохновлять. Она вас вдохновляет на победу. Она как бы вам разум дерзкий вас делает, сильным, как бы способным побеждать. Вам нужен наставник, который бы вдохновил вас на победу. Спасибо.